Однако к следующему материалу. В позапрошлой программе мы рассказывали о том, что нашли в Заполярье место, где немецкие ученые испытывали летающие тарелки. Однако, как оказалось, эти места хранят и другие загадки. Возможно, именно здесь была предпринята попытка научиться вызывать землетрясения. Борис Кургин из самой секретной точки российского Заполярья. В 1976 году в режимном районе побережья Баренцево море, неподалеку от Мотовского залива, прогремел страшный силы взрыв. Немногочисленным местным жителям казалось, что началась атомная война. Поднявшееся на сотни метров грибовидное облако ничем не отличалось от ядерного. Рыбаки знали, что неподалеку в Сокках вот уже год как работает база ученых из московских НИИ. Института высоких температур, химико-технологического и Института ядерных исследований имени Курчатова. В этом году я обнаружил туда линию электропередач, которая идет прямо в тундру и в тундру и обрывается. Туда я ввел со стороны печенги огромный кабель. Значит, стальной кабель, не алюминиевый, стальной. Значит, я насчитал число жил. 16 жил, 16 жильный стальной кабель. Представляете, какая мощность? Местных предупреждали за сутки. Оказаться в районе испытаний означало просто испариться без следа. Рассказывали, что после пусков в волковой губе всплывала рыба, причем вареная на вид. Взрывы продолжались до тех пор, пока из-за сейсмических колебаний правительство соседней Норвегии не подало официальный протест. Спустя четверть века завесу тайны приоткрыли. Стало известно, что в этих краях испытывались магнитогидравлические генераторы. Это устройство, позволяющее мгновенно получить колоссальную энергию за счет прохождения раскаленной плазмы через электромагнит. Включению генератора на несколько секунд дает сильнейший электрический импульс, который уходит к Землю на глубину 30 километров. Уходя вверх, достигает ионосферы, а в радиусе распространяется до 500 километров. Вывод напрашивается сам собой. Это были испытания тектонического оружия, использующего энергию самой Земли. Основополагающим принципом размещения подобных установок было именно нахождение на самом конце кварцевой жилы. Теперь представьте себе, кварцевая жила образовалась в момент выброса, мгновенного выброса магмы и застыла в таком положении. То есть мы имеем под собой сейчас гигантский пьезоэлемент, 160 километров, шириной 10-15 метров. Представляете, такой пьезоэлемент, на него надавливает Северный Ледовитый океан. Поисходит мощнейшее давление. Какой выброс энергии можно здесь получить? Тут миллионы, миллиарды электроноволь. Но вот что интересно. В распоряжение нашей программы попали материалы, которые свидетельствуют, что первыми подобные испытания здесь проводили не курчатовцы. Мы в поселке Линнахамари, где в годы войны была строго засекреченная и практически неприступная база нацистской Германии. Весь район вокруг нее буквально напичкан построенными немцами бетонными дотами. Причем даже сегодня каждый из них выглядит как маленькая крепость. Вырубленные немцами в скале пути подхода сюда обеспечивали прикрытие практически со всех сторон. Они и до сих пор прекрасно функционируют. Бункеры и пещеры невероятной прочности, к которым проложены автомобильные дороги. Особо засекреченное строительство, к которому не подпускают ни пленных, ни даже союзников финнов. Тщательно, несмотря на трудности на других фронтах, охраняемый из суши и с моря район. Мощные линии электропередачи и никаких индустриальных потребителей. Сюда, насколько нам известно, по старой карте еще времен войны, и после военно-засекреченных карт, подходила линия электропередачи из Финляндии. 6 тысяч вольт мощность на ней покорнена. Зачем такая большая мощность, когда прямо в тундре, в скалах обрываются потребители? Добавим сюда и огромные бетонные блюдцы непонятного предназначения. Что же было построено в Сопках? Вот тут-то и такая версия. Именно здесь размещался сверхсекретный нацистский объект База-13, или объект Тули. Строительство и содержание которого шло по линии Анненербе, исследовательского центра третьего рейда. Именно Анненербе курировал разработку всех новейших видов оружия, от биологического до ядерного. Известно, что одной из тем института было проектирование летающих тарелок. Однако до сих пор инженеры так и не выяснили, с помощью каких двигателей они поднимались в воздух. Существует только версия. Когда мы увидели снимок сверху, аэрофотосъемку, мы вывели внимание, что кварцевые жилы заканчиваются как раз на этих дисках. Вот посмотрите, гигантского размера кварцевая жила упирается, как будто бы под дело этот диск и держит его в положении неустойчивого равновесия. Возможно, именно с помощью такого гигантского пьезоэлемента нацисты рассчитывали запускать в космос свои летательные аппараты. Спустя 30 лет наши ученые доказали, что выброс энергии здесь может быть поистине колоссальным. А доказав, засекретили и документацию, и огромный район на побережье. По некоторым данным, на исследования, проводимые в рамках Анненербе, Германия израсходовала средств больше, чем США на создание первой атомной бомбы. Известно, что после войны советские ракетостроители использовали трофейные немецкие разработки Фау-1 и Фау-2. Однако большая часть архива Анненербе, в том числе и разработки в области тектонического оружия, до сих пор находятся под грифом «совершенно секретно». Как и советские исследования 70-х, 80-х годов. Справедливости ради нужно сказать, что про тектоническое оружие уже рассказано очень много. Пытаясь выяснить, какой процент правды во всех этих разговорах, я недавно в приватной беседе задал вопрос об этом одному из бывших руководителей КГБ. Он признал, что действительно такие опыты проводились, но они были безрезультатны.